Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вставные колени титановые или вставные диски в спине были разные Именно повреждения на работе, в смысле человек всю жизнь работал Его имя висело в цеху на флажке Он в компании отработал 20 лет, 25 лет, были по 30 лет И вот я когда рассказываю, что человек в 65 лет, он до сих пор физически работал В плане того, что он действительно просто вкалывал Да, у него хорошая была зарплата Но зарплата, за которую новоприезжий не работал бы В плане того, что он бы просто пошел на трак В смысле, потому что там больше денег И меньше физической работы И получается, вот я это рассказываю, как бы И люди говорят, ну они что, дебилы что ли? Потому что им сложно согласиться с тем, что здесь это так Потому что здесь ты будешь работать, пока сердце не откажет За небольшие деньги, за бенефиты Да За вот эти бенефиты, да Потому что у них, например, вот этих же людей Про которых я рассказываю, да У них, ну как Это простой Merle Class Если так посмотреть Merle Class, у них нормальный дом, да Нормальные автомобили Но им надо было откладывать, например, деньги За обучение своих детей в колледже Да, это минимум 80-100 тысяч на каждого ребенка И получается, чтобы это все отложить Он не может выйти на пенсию в 55 лет Не может выйти на пенсию раньше Ну даже в 60 лет он этого не может себе позволить И вот пока у него более-менее нормальная зарплата Ему оплачиваются все вот эти его операции Которые он сам себе, он зарабатывает эти все болячки на работе Он просто продолжает пахать И с одной стороны, как бы, оно печаля Но с другой стороны, эти люди двигаются, да Они в 65 лет подвижные, знаешь, как бы Они еще как-то, как-то двигаются Хотя офисный работник в таком возрасте, все Он давно уже вздох От того, что сидит Ну я так сравниваю, например Этот же возраст иммигрантов, да Мало из них вообще кто когда-то так работал Ну тем более он не готов так работать в таком возрасте Да, как бы Он или физически не готов У него уже пузо отросло, да У него уже ноги отекают и все остальное Ну сложно, конечно, сложно людям Которые приезжают оттуда и видят это все Они же хотят жить Как, ну как, они считают Они думают, что это возможно Они хотят круто жить Но упираются вот в эту реальность Да, что, как бы, да Вот этот американец, он круто живет Но он просто пахал всю жизнь за это, да Ко мне подходил один из сотрудников Тоже такой дедок 60 с чем-то ему было, да И его очень-очень задевало Он говорит, слушай, у меня есть сосед Я не знаю, кто он там По национальности Ну он русскоговорящий, да И он говорит, и вот этот сосед приходит ко мне И он хвастается Слышишь, говорит Я вот сижу дома У меня ССА Это вот, как называется по-русски Пособие по... Социальное пособие, короче Да По нетрудоспособности Что-то такое, да И вот этот, получается, его ровесник Отходит к американцу И говорит, слушай Типа, что ты так пашешь? Говорит, вот я получаю Вот это пособие Но Одновременно Я покупаю машины с аукциона Вот И этот автомобиль И у него стоит там Два-три автомобиля И вот он их Постепенно восстанавливает И перепродает И в конце он Ну как Он смотрит на этого американца И он считает его дебилом Да, как бы Почему ты так спину рвешь Если можно вот так легко устроиться И действительно Кто-то так легко устраивается Но Это только Ну Это благодаря обману Потому что человек говорит Что он не может работать Он как это доказывает Хотя тот американец Это очень легко Тоже может сделать Да И многие делают Как бы этот Я не говорю, что только Русскоговорящий Занимается этим обманом Но Вот этот вот Контраст есть И он ко мне подходил И говорит Слышь Прикинь Этот мой сосед Приходит ко мне Еще и хвастается этим В смысле Как бы он наврал Государству Что он работать не может Он восстанавливает Битые машины Само собой Там Много чего Они умалчивают Делают некачественно Продают их Не уплачивая налоги Ну и все такое Как бы там Разными путями Находят Как экономить И выиграть побольше Американец живет Американцы на это все смотрят Американцы именно Работяги Я не говорю про американцев Которые всю жизнь На Велфере Это Это как бы Это совсем другая Как бы Это отдельная тема Да Тоже есть такая тема Я помню Работал на сайдинге Ну я уже уволился Но Как бы Знакомства остались Приехали белорусы И там мужик Ну такой Средний 40 с копейками Ему там было Он работал Каким-то научным сотрудником В Беларуси За 300 долларов За 300 долларов В месяц И тут его поставили На сайдинг Не самая тяжелая работа Если сравнивать С установкой окна С установкой крыши Сайдинг Это не самая тяжелая работа За 15 долларов в час По-моему Я начинал с 12 И вот ему За 15 долларов в час Его отвозили на работу Привозили с работы Жил он там где-то У знакомых И короче Они через 2 месяца Плюнули И уехали обратно Ему было тяжело Он не хотел работать Да Ну это Да Это Нельзя назвать Там Вот Ну Как бы Эмигранты Новые эмигранты Они лентяри Нет Я такого Как бы Я не скажу Такого Просто Непривычно Непривычно Вот этот Тейс Русский Не знаю Даже как Ритм Ритм жизни Да Это непривычно Получается Здесь Если даже Человек находит Такую Идеальную Работу Да 8 часов В день Да Как бы Фуллтайм Даже Это для многих Кажется Просто Невыносимо Потому что За этих 8 часов Ну как Из тебя Выжимается Полная Продуктивность Там Которую Они ожидают Которую Они считают Что человек Может сделать Ну и Действительно Другие Это делают Так что От тебя Тоже Это будут Ожидать Все думают Медом Намазано Главное Лопату Покрепче Взять Чтобы бабла Грести А тут Надо Вджобовать А что Вот это Я Я сравниваю Почему Потому что Как бы Ну С 16 лет У меня уже Официальная Работа Я в школе Учился И уже Работал Да Получается Многим Это даже Как-то Не понять Да Как-то Так Ну вот Так В 10 Классе У меня Уже Была Работа Хотя Я Как бы Уже На тот Момент Успел На автомобиль Заработать Да Как бы Но Объяснить людям Что Здесь Начинается Это все Быстро Ну как Намного Раньше И уже Как только 18 лет Тебе Исполнилось Родители Не могут Тебе Помогать Ни с какой Страховкой Автомобильной Ничего Это все Делает Человек Сам Как бы Это Редко Там Какие Родители Могут Позволить Себе Дополнительно Ну Это Свою Класс Субтитры создавал DimaTorzok